Текущая кровля, ветхие лестницы и перекрытия. Дом, построенный еще в 1929 году, явно выглядит на свой возраст. С жителями старого здания общаются депутаты города Щелково, осматривают подъезды и квартиры, отмечают, мягко говоря, немалую степень износа. Комиссия городского совета депутатов по ЖКХ поставила перед собой важную задачу – прояснить для жителей сроки проведения капитального ремонта, либо радикального решения проблемы – переселения. Если перспектива переселения, будет ли сноситься, либо капитально ремонтироваться этот фонд. Поэтому мы должны осмотреть и им дать ответ. Депутаты осмотрели дома в нескольких микрорайонах города Щелково. Начали с улицы радиоцентра, где двухэтажные домики первой половины 20 века соседствуют со всем уж неказистыми деревянными. Кровля течет и там, и там. На стенах можно увидеть трещины. Большие опасения у жителей вызывают коммуникации и водоснабжение. Труба, видите, земля сырая. Трубу прорывает, она, видимо, постоянно течет. Скоро подмоет весь дом, и он просто упадет, рухнет. Осмотрела комиссия и дом по адресу Новая фабрика 12. Критическое состояние бывшего общежития также очевидно. Собственники квартир живут буквально в постоянном ремонте. У меня три раза уже протекало, делали все потолок. По Соболевке выезжали, там, конечно, ужасающая картина по этому дому, который ранее был общежитием. Сегодня вот в таком виде идет застройщиками переговоры, когда в ближайшее время возможно их переселить, потому что дом находится в промзоне. Посетили депутаты несколько домов на улице Первомайская. Часть из них уже вошла в программу расселения. Прорехи в стенах, покосившиеся полы, перебой с теплоснабжением – все это приходится терпеть жителям дома номер 11 на улице Первомайская. Здание признано аварийным. В планах переселения стоит на 2020 год. Однако в данный момент изыскивается возможность расселить дом раньше. Ждем, как только появляется жилье, как сдают застройщики, их сразу же переселяют. Ну, естественно, их домов больше, чем мы можем переселить. Поэтому рассматриваются разные программы, в которые можно войти. Администрация для этого все делает. А вот такую картину можно увидеть на чердаке дома номер 33 на Первомайской. Огромные тазы – традиционный рецепт в борьбе с протекающей крышей, который не слишком-то помогает в данном случае. Во время дождя вся стена, вот этот угол, вот здесь даже до лестницы бывает лужа, течет по углу, здесь причем электрический щиток, и с той стороны заливает. Ну, сами понимаете, аналогично это и в квартирах. В пятницу у нас упал кирпич из крыши. Это благо, да, благо никого не было. Была сделана выездная комиссия, целью которой является, чтобы признать эти дома действительно аварийными, и жителей, которые проживают в этих домах, чтобы действительно расселили. Потому что они уже на протяжении того момента, как эти дома построены, бьются за то, чтобы получить хорошее жилье. В дальнейшем комиссия планирует уточнить сроки расселения домов, уже вошедших в программу, а также поднять вопрос об обследовании и признании аварийными зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. По тем домам, которые нету, не признаны аварийными, выйдем с комиссии, а те, которые признаны, пригласим на комиссию к нам в Совет депутатов и рассмотрим на Совете депутатов. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».